Ровно в 9 часов 7 минут 12 апреля во всех классах Лопатинской школы стартовал единый космический урок. И этот час в истории России. Именно в это время, ровно 60 лет назад, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с Юрием Гагарином на борту. Школьники посмотрели премьеру фильма «Эра», снятого в рамках проекта «Русского космического общества. Киноуроки». Причем помогли картине появиться на свет сами ребята. Был снят на средства, собранные школами России. Мы стали сопродюсерами этого фильма. Наши ребята собирали макулатуру вместе с учителями, с родителями. И вот эти средства позволили снять этот фильм. Затем все желающие смогли посетить интерактивную космическую выставку, где ребята из гагаринского отряда школы рассказали об истории космонавтики в России. 4 октября 1927 года был запущен первый искусственный спутник на орбиту Земли. Гагаринский отряд существует в школе почти два года. Ребята во всем стремятся быть первыми и с удовольствием проводят экскурсии для желающих. Этот отряд позволяет детям нести гордо звание нашего гражданина и соотечественника. Они очень гордятся полетом первого человека в космос. Вот вы, наверное, видели, когда шла викторина. Ребятам приятно осознавать, что наша страна была впереди. Впрочем, интерактивная выставка может и сама рассказать об истории освоения космоса. Достаточно навести камеру смартфона на QR-код и попадаешь на сайт музея космонавтики. Ребятишкам очень интересно, особенно поучить взрослого, показать, как работает эта выставка, как подключить QR-код. Ну и, конечно, через вот эти технологии узнать важные вехи в истории нашей страны. Также в этот день в школьном центре цифрового образования ITQ прошла образовательная космическая викторина для десятых классов. Старшеклассники должны были быстро найти информацию в интернете, чтобы ответить на интересные и порой весьма сложные вопросы учителя. Цель игры – ознакомить учащихся с космической темой, то есть познакомить учащихся с темой космоса. Ну и мне понравилось, потому что мы выигрывали. Кроме того, в холле образовательного учреждения развернулась яркая выставка художественных работ учеников на космическую тему. Все эти мероприятия прошли в Лопатинской школе в рамках акции «Вместе в космос», организованной местным отделением партии «Единая Россия». В ближайшее время ребят также ждут интереснейшие встречи с космонавтами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.